Всем привет-привет! Сегодня у нас понедельник. Едем сейчас развозить деток и потом развозить меня. У меня нет там, Саш, ничего? Нет, тоже нет. На улице у нас мороз. Вся трава покрылась инеем. Саша утром чистил машину. Что еще вам рассказать? Утром вообще нет мыслей никаких. Все мысли только об учебе. Что будет сегодня не знаю, потом расскажу. Знаю точно, что у нас будет в четверг пробный тест. Именно тот тест, который будет как на экзамене. Что сначала мы все пишем. Именно полностью все по времени. Будет он забирать как на экзамене. А потом мы будем заходить по два человека. И рассказывать о себе. И все, 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 все в этом духе. Вот, еще хотела ответить на несколько комментариев. Один комментарий по поводу того, что слишком дорогие ясли здесь в Германии. Что на ясли уходит пол зарплаты. Что мы водим Изабель в ясли. Хочу ответить на этот комментарий. Не знаю, как на других землях. Но на нашей земле третий ребенок ходит бесплатно. И в ясли, и в детский садик. Вообще ясли стоит 160 евро. Первый год. И 50 евро. Это на питание. Если же у вас двое детей. И один из них ходит. Так как у нас трое детей. У нас Изабель ходит полностью бесплатно. И в ясли, и в детский сад будет. Только единственное надо будет платить за ее питание. Что мы и делаем. Вот. И еще один комментарий. Сколько стоит продленка. Продленка стоит 80 евро. В прошлом году она стоила 90. И плюс. Нет. В прошлом году 70. В этом году 80. И плюс 50 евро на питание. Продленка с 1 по 4 класс. В пятом классе, не знаю, есть, нету. Навряд ли, наверное. Но с 1 по 4 класс продленка есть. Так. Еще на один вопрос хочу ответить. Как общаются мои дети в школе, в садике и дома? В школе общаются только на немецком. Потому что русско, потому что русскоязычных там нет. Один есть мальчик, но он в другом классе. А именно учителя и остальные дети. Все немцы. Вот. Общаются на немецком. Так же в садике. В садике тоже общаются только на немецком. Между собой дома они общаются на русском. Но иногда бывает, что забываются и переходят, бывает на немецкий. Ну, редко, но в основном. Дома общаемся мы на русском. Так как нам, что в садике сказали, что в школе, что дома вы должны общаться только на русском. Между собой, как хотите, но с детьми общаться только на русском. Дети должны знать мудрую справку. Причем хорошо. Чтобы они должны знать свой родной язык. Очень хорошо. И это очень хорошо, что у них два языка. А если мы сейчас начнем на немецком дома разговаривать? Перейду только на немецком. У нас знакомые семьи, которые здесь на немецком дома разговаривают. Пока. Пока. Они разговаривают, дети не умеют по-русски разговаривать. Пока. Пока, пока. Они что-то понимают, что тоже не все. И не говорят, отвечают на немецком. Поехали, ничего там нет. Да, так что, если мы будем на немецком только разговаривать с детьми, дети русские знать не будут. Это будет очень плохо. И даже вот у Саши дяди, они с детьми говорят на русском дома. Дети в совершенстве знают немецкий язык, знают русский язык. Так что, и даже наши бабушки, Сашина бабушка и Сашин дедушка, сказали, чтобы дома говорили на русском языке. Немецкий язык, он к ним придет. А во-вторых, мы с тобой неправильно говорим, они тоже запоминают. Да, мы можем говорить неправильно, они запомнят неправильно. Тем более, все равно мы разговариваем все с акцентом. Они все равно говорят по-другому. Вот мы... Саша постоянно смеется, он с Климушкой. Ну, по-другому совсем он говорит. И... Он же исправляет всегда. И всегда он нас исправляет. Если мы что-то там между собой начинаем разговаривать, он там, вот тут вы не так говорите, тут вы неправильно, а тут у вас произношение не такое. И начинает нас постоянно исправлять. Вот поэтому... Поэтому говорим мы дома только на русском. А уже везде в садике, в школе, на термины ходим. Там, конечно, мы разговариваем на немецком. И к тому, что... Не помню, кто-то давно-давно писал, что если без немецкого и друзей, не появится немцев. Друзья у нас, слава Богу, появились. Ни русаки, появились коренные немцы. Мы с ними очень хорошо общаемся. Вот, у нас... Главное, чтобы люди были хорошие. Не по барабану русаки. Да, но у нас и русаки есть, и немцы есть, друзья. Так что... Они нас понимают, мы их хорошо понимаем. Вот сейчас мне надо будет заехать в Пене, купить кое-какие продукты и ехать дальше. Пока Сашенька заправляет машину, я покажу вам покупки наши. Ну, ничего сверхъестественного нет. Ну, покажу. Маленькие, но покупки. Я купила семь пакетов молока. Памперсы взяла в садик. Мне сейчас повешали на прищепочку, что закончились памперсы и они нужны. Взяла памперсы, взяла три упаковки хлеба. И там взяла влажные салфетки. Это мой кошелек. Так. Сейчас вам скажу, сколько стоит у нас дизель. Дизель стоит 1 евро 13 центов. Супер дизель стоит 1 евро 31 цент. Супер стоит... А, нет. Дизель стоит евро 13. Супер евро стоит евро 31. Супер стоит евро 33. И супер плюс евро 41. Мы заправляем дизель. Так. Сейчас скажу, сколько мы залили. Так. На 50 евро мы залили 43 литра 910 миллилитров. Конечно, если вы будете заправляться вечером, вечером дешевле заправляться. Но у нас не получается вечером заправляться. Вот. Поэтому мы заправляемся когда вечером, когда утром. Но всегда выходит, что мы заправляемся утром. Вот. Так что. Ладно, поедем Ермачка в садик отвозить. И потом на курс. То батарея садится на камере. Я забыла ее зарядить. Вот. Надеюсь потом вам рассказать, как прошли курсы. Все-таки садится на камере. Продолжение следует...